Всем привет! В последнем донате мне задали вопрос Как сделать так, чтобы у игроков, которые присоединяются в твою игру, к их характеру, к модельке игрока присоединялись какие-нибудь детали с моторами, чтобы все двигалось? Или чтобы не меняя целиком весь характер подключенных игроков, менять части тела? Но не знаю для чего это, я например представил, что руки изменили на щупальца Или вместо ног добавили ходули или что-то такое Ну давайте начнем с простого, сейчас я не буду про замену части тела говорить, хотя я про это подумал, там есть небольшие нюансы Сейчас мы будем добавлять какие-нибудь движущиеся штуки с моторами Начнем с простого Вот смотрите шар есть с мордочкой Пеппи И давайте всем входящим игрокам на наш сервер будем эту морду добавлять Я эту морду разместил на Workspace, как вы видите, вот она здесь называется Part to Attach to Head Обычно все вот эти штуки, так как их клонируют, их прячут от игрока, чтобы был сюрприз И чтобы нельзя было уничтожить случайно эту деталь Их кладут, например, в папку Server Storage Оттуда клонируют Ну я для наглядности вот беру деталь с Workspace Клонирую ее, заношу в переменную Потом делаю родителям этой детали склонированной тоже Workspace Потому что после клона она непонятно где в пустоте находится, как я вам уже рассказывал В кавычках в пустоте Делаем Workspace Значит вот наш этот Workspace родителям Все, вот этот шар, голова Пеппи еще одна появилась Мы ее возвращаем из функции Окей, эта функция создана, можно без функции, вы можете писать, конечно, строчками Но я сделал это для того, что у меня есть второй вариант, чтобы быстро вам показать движущиеся моторами Так, функция, которая смазывает на Touch Касаемся вот этой детали Вот этой У нас на голове вырастает шар Пеппи Так, здесь все просто Со всем этим Connect Touch, Debounce, все понятно Вот здесь вызываемую функцию, которая создает клон того шара Возвращает его в переменную Think Создаем моторчик с помощью инстанста Мотор 6D И сразу делаем родителям нашего мотора Think Так что у нас родителям будет являться этого моторчика Контейнером его склонированный шар с мордочкой Пеппи Окей У мотора есть параметры Какую Вот Первая часть Нулевая часть К чему цепляется мотор К какой части И Точнее вот так Мотор должен соединять две части Вот В этот параметр заносим одну часть Одну детальку, которую хотим соединить А в этот параметр заносим другую часть Которую хотим присоединить Если вы поменяете их местами В принципе ничего не изменится Так Ну по-моему кроме ориентации в пространстве Но это не важно Здесь вы видите, что Я не проверяю, есть у нас уже персонаж или нет Потому что уже произошло касание И мы из персонажа получили плеера Здесь никаких проверок Сразу пишу плеер, character, head К чему вы хотите присоединить Кстати, как узнать, к чему можно присоединить Давайте запустим игру Так Делаем Нажимаем сюда, чтобы вид был не с точки зрения клиента А с точки зрения сервера Идем на workspace Берем нашего персонажа Открываем и смотрим Что же у нас внутри есть в нашем персонаже Так, например, давайте посмотрим Давайте на правую руку посмотрим Открываем и смотрим У нас есть attachment Вот Attachment можно присоединять к attachment Но про attachment я, может быть, в отдельном Каком-нибудь уроке расскажу Если мы будем касаться этой темы Я вообще-то много рассказывал Так А если мы выбираем, например, голову Вот Мы можем Внутри головы тоже есть какие-то присоединения Не присоединения, а attachment На которые можно присоединять Так Это у нас просто head attachment Hair Под волосами не видно На самом деле там есть Ну, когда я про анимацию рассказывал Урок, там все это видно Face На лицо Можно что-то присоединить И еще face center Но я так понимаю, что он внутри черепа находится Так Ну и вот разные штуки Куда можно Так, шея Ну тоже тут не видно Куда цепляется Мы можем найти attachment и тоже прицепляться Но я цепляюсь прямо на голову Когда мы цепляемся на голову Подразумевается Вот вы видите Такой кирпичик Мы цепляемся к нему Так И естественно Если ничего не настраивать То у нас Все будет происходить По координатам 0,0,0 Внутри этого кирпичика Ну давайте Остановим и посмотрим Дальше Так Создали мотор Присоединили Значит Вот этот вот Шар склонированной Пепи Присоединили его К голове Дальше Дальше я задаю У мотора Есть такие штуки У мотора У него очень мало На самом деле Свойств Так Есть текущий угол На который повернут Этот мотор Желаемый угол Причем можно задавать Очень большое число В радианах Например Тысячу И он будет Медленно-медленно Поворачиваться Пока не повернется Но бесконечным Вертеться не будет Вот этот мотор Так Ну и максимальная скорость Можно задать Очень маленькую Ну тут написано Как эта скорость Рассчитывается Ну мы на глазок Все будем делать Дальше параметры Нас которые интересуют Вот есть С0 И С2 На самом деле Это сифрейм 0 И сифрейм 1 Это как раз Они имеют отношение К вот этим вот деталям Парт 0 И парт 1 Этот сифрейм Показывает Как бы Смещение Можно задавать Смещение С которым он Прикреплен К этой детали И угол С которым он Прикреплен К этой детали Чтобы например У нас вращалась Под углом Так И здесь я В C1 Добавляю Смещение Так Ну это инвертированное Возможно Ладно Не буду менять код Потому что у меня Все отлажено Но вариантов Как задавать Смещение Очень много Есть специальные Плагинчики Которые Работают с мотор 6D И позволяют вам Вычислить Очень хорошо Все эти смещения X Ну давайте Запустим Посмотрим Прицепляется ли Этот шар К голове И вы заметили Что в принципе Код у нас Всего несколько строчек Так Вот сейчас Коснулись Все отлично Так Видно что голова Сильна Давайте посмотрим Какие нибудь эмоции Все двигается Все отлично Так Ну меня же просили С моторами Правильно Давайте мотор Какой-нибудь запустим Так Смещение Я тогда Закомментирую Так 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 Ну и здесь По-моему Можно просто Angles Сейчас запустим Надеюсь Не ругнется Все нормально И я вам Объясню Все эти строчки Давайте я запущу Покажу эффект Если все будет правильно Да Все работает Там просто Воспользовались Устаревшей функцией Нужно пользоваться Желательно Новой пользоваться Функцией Так Ну видно что Деталька прикреплена И мотор вертится Причем мотор Знаете где находится Понятно что Мы присоединили Центр головы Так как мы Никакой аттачмент Не указывали И центр нашего шара Вот он и Поворачивается Почему вращается Против часовой стрелки Давайте посмотрим Я просто его попросил Желаемый угол Минус Тысячу радиантов Ну В одном обороте Нашего круга 2π радиантов Это значит 3 3,2 Примерно Вот Ну вы можете Пользоваться Вот такими функциями И переводить Например Углы в радианы Здесь пишите В углах На 90 градусов И так далее Но я напоминаю Вот эта штука Сделана для того Чтобы Вот давайте Кстати я Закомментирую И посмотрите Как будет у нас Вращаться Сейчас голова Пеппи Так А нет Все нормально Не помню Зачем я тогда делал Так Окей Такс И так Я мотору После того Как я создал Здесь моторчик Присоединил Его к голове Я задал Нужное количество Куда ему вращаться Против часовой стрелки Если здесь будет плюс То он будет В другую сторону Вращаться И максимальную скорость Здесь можно скорость Например Вот так сделать Увеличить Стандартная скорость Как в других местах В роблоксе Высталки Если ничего Тут тоже Интересно Естественно Можно деталь Более сложную сделать Ну вот это уже Было более похоже На Пеппи И вы видите Что деталь-то Остановилась Потому что Мотор 6D Его невозможно Заставить вращаться Вечно Вы можете Скриптик прикрепить И можете следить За Здесь есть Функции Какие-то Функция Единственная Set Designed Angle Это значит Установить Нужный угол Например У вас Повернулось На 90 градусов Влево Вы проверили Что он уже Довернулся До туда И вы делаете Делаете Designed Angle В минус 90 Например Он в другую сторону Будет вращаться Очень просто Видите Всего одна функция А текущий угол Можно считывать Вот здесь Current Angle Все Reacts Окей Мне эта скорость Не нравится Так Ну С простой штукой Мы разобрались Давайте Теперь сделаем Вот так Create Thing Я давайте Раскомментирую Что-то уже С мотором Потому что Сейчас хоть мотор и был Но мотор Он между Соединен Между головой И присоединенной Вещью Меня просили Сделать вещь С моторчиком Давайте Что там было Не скучно Запущу И посмотрим А потом Объясню код И в принципе Вот Весь такой Мини урок Так Ребята Что-то веселое Это наверное Наверное Вот Вот что Да Вот здесь Соединению с головой Здесь Я этому мотору Не буду никаких Заданий Давайте Задам Смещение Чтобы Не в центре Головы Палка Этого Вентилятора Появлялась На 2,5 Стада Выше Еще раз Напоминаю Что есть Плагинчики Так Ну видно Что вместе С головой Все это Вращается И Отдельно От головы Вращается Еще Можете Сделать Конечно же Деталь Со всем Вращением Очень удобно Очень красиво В студии Потом положить Ее Спрятать Где-нибудь Сервер Сторож Там Не важно И уже Ее Присоединять Но я Решил Сделать В скрипте Потому что Это Прикольно Как я Сделал В скрипте Вот Первая Функция Где мы Создавали Где мы Клонировали Голову А вот Вторая Функция Которую Я Создаю Создаю Палку И называю Фэн Вентилятор Это у меня Лопасти Будут Крашу В красный Цвет Размеры Задаю Чтоб Она была Широкая По высоте 0,5 Стада И по Глубине 0,2 Ну так как Мы потом Повернем Эту деталь То Поэтому Вот Это будем Гореть В высоту Она будет 0,2 Стада Так Позиция Так Позицию По моему Я не помню Давайте Посмотрим По моему Не нужна Эта строчка Я потом Да Эта строчка Не нужна Очень хорошо Что я Закомментировал Как же Я размещаю Если Ничего Не делать То У нас Все детали Присоединенные Мотором Если мы Не к Оттачментом Присоединяем Они все Будут Вращаться Относительно Центра Друг друга Так что Центр У нас Вот этой Красной Штуки Здесь Находится Зеленый Вот здесь Я Я Добавил Смещение Чтобы Было Симпатично Итак Это мы Лопасти Сделали А теперь Мы Делаем Палку Так Заметили Что У лопасти Никакого Родителя Не добавлено Она Пока У нас В пустоте Находится Добавляем Палку Имена Тоже Можно Не добавлять Я Добавил Только Для того Чтоб Можно В 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 Цвет Тоже Размер Высота Палки Зеленой 4 Стада Ну а так Один на Один Позиция Так Позиция Тоже По-моему Здесь Не важна Потому что Я по-другому Задаю Давайте Еще раз Запустим Зачем Лишний Код Видите Все Проще И проще Становится Наш Скрипт Да Да Ничего Этого Не Нужно Так Отлично А как же Я задаю Смещение Смещение Я задаю Как я вам Показывал Ниже Через C-Frame Нулевой Детальки Которая Подключена Вот сюда На порт 0 И C-Frame 1 Первая деталь Так Давайте Возвращаемся К созданию Нашей палки Создали палку Цвет Зеленый Размер Окей Теперь У Вентилятора Я родителя Добавляю Палку Значит Лопасть Находится Внутри Палки Так А Палку Помещаю На Workspace Действительно Она должна Появиться В нашем Игровом Мире Чтобы мы Могли Ее увидеть Присоединить К нашему Игроку Так Создаем Моторчик С помощью Инстанса В детали Part 0 И Part 1 Прибавляем Вот Так 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 А Да Я же Хотел Сделать Чтобы Вращалось Мотор Нужен Только Для Того Чтобы У меня Вентилятор Красный Относительно Зеленой Палки Вращался Вот Тоже Задал Какой-то Угол Тысячу Раз Не знаю Много Оборотов Он Совершит Потом Остановится А вот Здесь Я как раз Задаю Смещение Чтобы Давайте Я Уберу Вот эти Смещения Закомментирую Посмотрите Как Все это Выглядит На самом деле Уродливо Вот так Вот выглядит Понятно Меня это не устраивает Мне надо Чтобы вентилятор Вращался Что как будто Я готов Полететь Хотя так Тоже может быть Кому-то Будет интересно Вот этой Штучкой Вот этой Штучкой Я сделал Так Чтобы Он Вращался Ну На 90 градусов Его Наклонил Чтобы Он Вращался Под Другим Углом А здесь Я его Просто Поднял На два Стада Вот И Все Так Ну Единственное Вот я Сейчас Смотрю Немножко Путано Здесь Видите Part 1 Part 0 Почему я написал Вот в таком порядке А здесь C0 C1 Вы Возьмите Этот код Он будет Загружен Поэкспериментируйте И вообще Посмотрите Урок Про C-Frame Посмотрите Может Какие-то Английские Уроки И так Ну и Все Все Готово Ну что Ставим лайки Подписываемся Шлем Донаты Потому что Без донатов Уроки будут Очень медленно Выходить Пока И колокольчик Можно поставить Возьмите Возьмите Возьмите